Добрый день, дорогие зрители! С вами Борода, Ассасин Крит Восстание, и сегодня мы вместе с вами отправляемся за поисками добычи. Давайте найдем как можно больше ценных ресурсов. Я знаю, они вам нужны точно так же сильно, как и мне, потому что этой хрени всегда не хватает. Вот-вот только ты откроешь какое-то новое здание, захочешь его построить, и как назло, ничего, конечно же, нету. Это обидно, и такие моменты, конечно же, огорчают. Ну а я, я в такие моменты люблю скрытно убивать испанских врагов. Ну что, давайте метнем у него пару дротиков, подойдем ближе и надерем ему задницу. Хотя я, кстати, мог это все обойти. Так, и я уворачиваюсь, и не получаю никаких повреждений. Вот за это я люблю Агиллара. Не знаю, говорил я вам или нет. Так, у нас вверху есть сундук, слушайте, сундучок вверху. Вверху есть сундук. И я возьму, да и пойду открою его. Почему нет? Зачем терять возможность получить какие-то дополнительные ресурсы? Так, поднимаемся. На меня, кстати, агрится сразу два. Ублюдка. Поэтому я одного убираю сразу же, используя навык, чтобы они меня вдвоем не молотели. Ну и потихоньку себе буду убивать второго. Кстати, убиваю его довольно легко, я бы, пожалуй, сказал. Да, у меня осталось 44 хп, но тем не менее. Мне кажется, это немного, учитывая то, что мы убиваем двоих подряд. Хорошо, забираем зелье. Отлично. Выбираем, куда мы отправимся дальше. Так, он сразу же переходит в следующую комнату самостоятельно. Я могу вернуться вниз, пройти, но я не вижу в этом никакого смысла. Разве что, чтобы просто обойти, но нет. Зачем? Хорошо, берем Агилара. Мы сейчас просто через верх это все обойдем, чтобы не заиграть на себя никого. Я надеюсь, ни удачи не будет. Хорошо, мы спокойненько это все дело проходим. И избегаем каких-либо стычек. Хорошо, дальше вниз, конечно же, тоже беру Агилара. Он самый выносливый. Он владеет тенью, он изучает тень, поэтому это явно его специализация. Так, а вот что дальше? Дальше это финал. Все, мы выполнили. Вот мы изучаем данные. И выполняем миссию. Я надеюсь, вы заметили, да, насколько я профессионально и быстро это сделал. Хорошо, получаем свою добычу. Конечно же, выполняем все на 3 звезды, это естественно. Я сделал все, ну, прям слишком идеально. Так, и переходим дальше, конечно же. Мы получаем здесь металл, оловяную и медную руду. Также с надоби получили это слабое. С надоби лечения, которое немножко восстанавливает тебе здоровье. 100 опыта и 400 монет. Ну, я думаю, сейчас по возрастающей пойдет больше. Это только первое задание было в категории поиска добыч. Поэтому вот мы сразу же сейчас переходим. Это же правильно, да? Это первое, все, да. Мы только что это сделали. А, каждое можно проходить по 5 раз. Сегодня мы прошли один. Ну, тогда погнали, слушай. А что нет-то, когда да? Ух ты, вы представляете, сколько можно задротить в эту игру? Охренеть, не встать. В общем, ребят, если вам нечем заняться на уроках, то, мне кажется, Assassin's Creed это самое то. Ну, камон, ребятки, это же настолько изи. Погнали через верх. Слушай, Гелада, мы сейчас вообще все бэриком пройдем, одним героем, да и все. Надеюсь, он нигде не облажается. Вот так вот, хорошо, красавчик. Просто бежал вверху по балкам и никаких проблем. Что, давайте сюда в этот раз пойдем. А почему нет? Ну, надо же пробовать разные вариа... О, братишка, братишка, бармен. Ну, что ж ты в самом-то деле перепрыгнуть, что ли, не можешь? Ну, понимаете, да? Я тут ребятам объясняю... Блядь, что я сделал? Ну, это фиаско. А, нет, смотри, пропрыгнул. Я тут, короче, ребятам объясняю о том, насколько идеально нужно все проходить. И он, понимаете, он как назло берет и запаривает все вот это дело. Ну, теперь еще и хамит не может открыть, долбанный сундук. Они действительно надо мной, мне кажется, издеваются просто. Я думаю, вы это прекрасно заметили. И, ребят, напишите в комментариях, бесит ли вас то, как они себя ведут. Потому что, мне кажется, они ведут себя, ну, вообще некрасиво. Так, я надеюсь, ты сможешь перепрыгнуть, да? Давай в этот раз без неудачи, пожалуйста. Мне там только что написали, что ты в этом деле знаток. Так вот, покажи, насколько ты профессионален, чтобы мне не было стыдно перед ребятами. А то ты что творишь-то вообще? Агилар, соберись, пожалуйста. Ты что творишь в этих заданиях-то? О, я тут сейчас, мы упадем, да? Нет, смотри, да, неужели? Мы смогли пройти не упавшую и не используя навыки, понимаете, да? Это уровень. Он услышал меня, друзья, вы представляете? Хорошо, секретный материал получен. Отлично, мы можем двигаться дальше. Так, и изменилось ли что-то по наградам? Давайте посмотрим. 100 800 в этот раз. А, нам упало 400 монет, точно. Нам вместо снадобья упало 400 монет. Я, если честно, даже не знаю, а что лучше? Вот это слабое снадобье или 400 долбанных монет? Ребят, напишите, пожалуйста, об этом, что вы думаете. Ну, а мы выполняем прохождение в третий раз. План господень, поехали, первый уровень в поиске добычи. Давайте пройдем его еще раз. То есть, получается, мы будем брать, ребята, определенную категорию. То есть, в данный момент у нас категория поиска добычи. Берем определенное задание, каждый раз, новое, естественно, и проходим его. То есть, в этот раз мы проходим план господень. В следующий раз я выберу что-то поинтереснее. Ну, естественно, следующее задание, камон, что-то может быть поинтереснее. И будем так проходить каждое из заданий. Таким образом, мы сможем сделать все варианты прохождения. Мы сможем, помимо того, изучить все вариации выпадения нам крутых ресурсов. Так, а давайте отправим в этот раз сюда, вот, пожалуй, Тарика. И посмотрим, как он сможет с этим всем справиться. Так, хорошо, я увеличил ярость. Пошли посмотрим, как он будет работать с яростью. Убей их просто нахрен. Почти с первого удара я убиваю его. Мне кажется, пришло время, наверное, все-таки повысить боевые уровни моих ассасинов. Но это мы, опять-таки, конечно, сделаем в отдельном видеоролике. Смотрите, я использовал личный навык Тарика, который восстанавливает каждый раз здоровье. И который увеличивает дома, который поднимает ярость. И это логично. И, пожалуйста, открой сундук, боже мой. Давай. Сука, какой же ты убогий. Боже, Тарик самый убогий пока что из тех ассасинов, которые есть у меня. Мне кажется, пришло время заменить его на вон того редкого... О, а что это, они все устали. Ого. Так. Надо заменить на редкого чувака, которого мы выбили с 10 кубов. Помните, вот там... Это первый ассасин, который у меня появился с категорией редких. Поэтому, я думаю, пришло время Тарика послать нахер. И взять нормального редкого героя. Ну, если вы со мной согласны, главное не забыть это сделать уже. Вот как же ж эта неудача бывает иногда не вовремя, понимаете? Но благо, это легкие задания. И у ассасинов моих много хп. А представляете, если бы это было нелегкое задание. Если бы это было хардовое какое-то. У меня остается чуть-чуть хп. И я тут уже почти прошел до 3 звезды. Падаю! И разбиваюсь, наконец, в лепешку. И тогда я не получаю за план господи 3 звезды, понимаете? Как вот не получилось за ублюдочного Тарика какое-то дополнительное награждение. Понимаете? Вот это бесит. Эти моменты очень сильно разочаровывают. Так, хочу взять нового героя. Где у меня редкий герой? Там сосичек. Так, как его звали-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Я не помню. Касим. Это был явно Касим. Да, здесь где-то указывается, какой он? Ага, да, редкий. Хорошо. Как тебе выбрать, слушай, дружище? Хороший ты мой. Ай-яй-яй-яй. Как его выбрать? Найти ДНК. Не, мне его ДНК искать не надо. Мне нужно заменить его в походах. Ай-яй, здесь где-то делается? Омагет. Или я пока не могу вообще это делать, что ли? А, вот где-то происходит, поэтому Тарика мы шлем просто нахер. Ублюдок конченный. И я возьму Касима. Давай. Э-э-э. А, там, я понял. Это делается вот так, короче. Или нет? Да, чё, Хирилл, что ли? Как убрать-то? Блядь, Тарика, холь меня бесишь так сильно. Ну? Так я, типа, никого не могу. А-а-а. Все. Все, я понял. Тарика, геннайкер. Петух конченый. Вот так. Все. Я разобрался-то, ребят. Все. Порядок. Поехали. Сделал, сделал. А вы тут говорите. Тупой, борода, тупой. На ничего не тупой. Мне просто надо было разобраться. Все, разобрался. Все, порядок. Пошли. План господень. Жди силу скута богатырскую. Где этот Касим-то? Что он может нам показать? А он тоже легкий, что ли? Да? Серьезно? Ух ты, ничего себе, ты прикинь. Он владеет этими навыками. Он не теневой. А кто он? Он не тень, походу же. Потому что у него нет вот этого ультра-навыка, что ли, знаете? Но у него те же показатели, что у Агилара. Айля, лапы. А давайте попробуем, как он бьется. Мне интересно. Он с копьем-то. А это должно быть эпично. Он двоих протыкает. Да ну на. Чуваки. Вот это жесткое оглушение. Блядь, да это круто. Боже мой. Если редкий боец творит такие вещи, то что будет дальше? Ты смотри, как он его протыкает. Камон. Нихрена себе. Вот это чувак тащит. Получена часть добычи, так как сундук разбит. Хорошо. Это, наверное, из-за того, что я так много уже прохожу одну и ту же самую миссию подряд. Боже, как он крут. Ого-го-го-го. Я тащусь, слушайте. А мы сюда в этот раз, если пойдем, мы сможем там пройти? Да? Там же есть дверь. А, не. Я уже не могу сюда. Я понял. Окей. Охренеть. Боже, как я от него доволен. Так, ребят, прикиньте, это только боец ранга редкий. А представляете, как эпично будет выглядеть следующий ранг. Как они круто будут убиться и как будут вообще смотреться их анимации. Обалдеть. Я уверен, что я могу пройти полностью всю миссию одним Касимом. И из-за того, что он редкий, я думаю, он даже не устанет. Ну, представьте, пройти все одним Ассасином. Надо сейчас попробовать. Боже, надо затестить. Могу я полностью все пройти Касимом? Касимом. Вот на данный момент самое легкое прохождение вот планов Господня. Вы заметили? Ну, прям, реле самое легкое. Блин, Касим этот очень круто. У меня как раз осталась одна возможность платить план Господень. И я думаю, мы сейчас это сделаем. Попробуем сделать. А полностью с помощью одного героя. Вот. Последнее прохождение. Блин, я слил 25 разведданных на это все. Прикиньте. Вот у меня Касим. И я хочу полностью все пройти одним героем. Одним Ассасином. Давайте затестируем, реально ли это вообще сделать. И если да, то вы представляете, насколько большое различие между вот этими уровнями. Если я на редком уровне смогу все это дело пройти одним героем. Вот бич. Вот тебе и смог пройти, ребят. Вот тебе и прям сглазил, слушай, что ли. Я хзы. Оглушаем его и протык... А, нет, не тот навык. Ну, да ладно. Второй ко мне вроде как не достает. Они по очереди будут подходить. Поэтому я должен справиться. Я просто прямо сейчас не хочу. Ну, кстати, вот это я могу, наверное, парирование использовать. Я не знаю, что оно пока что дает. Ага, я больше уворачиваюсь. Отлично. Ну, тогда это было кстати, мне кажется. Чтобы его убить. Хорошо. Пошли дальше. Я думаю, мы сейчас пропрыгаем. Там сундук, у меня есть шанс его получить. Я даже не знаю. А я могу так другой сундук какой-то или он один, что ли? А я, по-моему, находил еще какой-то сундук. Я думаю, или так, или так, какой-то из сундуков я открою в любом случае. Давай, только без неудач, пожалуйста. Хорошо. Пока что идем одним героем, ребятки. Пока что все косимчиком. Так, а вот здесь сейчас мы не пролетим, я жопой чую. Не, прошли, смотри. Ни хрена себе. Вот это поднимаю бровь. Вот сундук, поэтому я хочу его открыть. То есть, в любом случае, или в том, или в том направлении, мы открываем один из сундуков. Так. Ну, или вот как-то так открываем с неудачей. Хорошо. Идем дальше. Что, попробуем все-таки пропрыгать? Что-то мне на прыжки не везет. Да, блядь. Все-таки не везет на прыжки, ты представляешь? Так, давай я сразу же возьму парирование, потому что их тут много. И двоих начинаем протыкать потихонечку. Убьем сейчас. Учитывая то, что я буду постоянно уклоняться, то я думаю, у меня есть все шансы все-таки двоих убить и не получить две звезды. Пожалуйста. Так, хорошо, у меня там что-то ультра или... Ульту сейчас могу, наверное, использовать или... Нет, не смогу. Ну, они слишком быстро дохнут. Слушай, я только набиваю на ульту, они умирают, суки. Так, ну прыгай, что, давай, тебе везет сегодня на прыжки, да? Давай еще раз так же. Хорошо, слушай. Ну, то, о чем я вам и говорил. Все, пройти одним героем. Да, у нас было за время две неудачи и одна неудача это не открытый сундук. Ну, допустим, три неудачи. Но мы все проходили одним героем, камон. Я уверен, что если бы я взял Хабида или Агилара, я бы не прошел. А взяв Касиба с рангом редкий, я смог это все дело пройти одним персонажем. Вот, и делайте выводы, друзья, после этого. Ну, а я буду с вами прощаться. Мы полностью прошли планы господен. Мы его закончили. Он будет доступен через 16 часов, полностью восстановится. А дальше мы перейдем с вами уже к другому поиску добычи, но сделаем это в следующем видеоролике. С вами был Борода. Всем спасибо. Пока-пока.